Здравствуйте, с вами Анна Балиет и программа «Открытый урок». В этом выпуске мы поговорим о том, как проходит летний отдых в оздоровительных лагерях Щелковского района. Также поговорим о интересных людях и поделимся творческими задумками. Как всегда в начале выпуска о ярких событиях, одним из которых стало открытие международной смены в лагере «Юнармеец». Так вместе с ребятами из Щелковского района, различных уголков Подмосковья и столицы отдохнут школьники из городов-побратимов нашего района, из Польши, Словении, Молдовы и Беларуси. Вот так в торжественной обстановке центр «Юнармеец» открывает свою международную смену. Дружба без границ, второй год лагер, принимает гостей не только из Подмосковья и столицы, но и из других стран. Второе лето школьники из городов-побратимов нашего района приезжают сюда, чтобы отдохнуть, провести время с пользой, а главное – встретить новых друзей. Мы очень всегда с удовольствием встречаем гостей и даем возможность для общения на этой площадке. Почему мы даем возможность для общения на этой площадке? Потому что любые мировые процессы идут от вас, от подрастающего поколения, от того, как вы находитесь здесь, в этом лагере, общий язык. Хотим, чтобы здесь вас сопровождалось добро, удовольствие, дружба. Вновь «Юнармеец» приехали ребята из Беларуси, Молдовы, Польши. Впервые же здесь отдохнут школьники из Словении. Один из лучших детских оздоровительных лагерей Подмосковья. Здесь учтено все для интересного, комфортного и безопасного отдыха. Полностью восстановленный обновленный лагерь «Юнармеец» вот уже четвертый год с гостеприимством встречает школьников, все расширяя и расширяя свои горизонты. Так и на этот раз ребята ожидают насыщенное на культурные, спортивные, развлекательные мероприятия программа. Главное, что все они узнают много нового, интересного и познавательного и найдут новых друзей. Приятно, что наши побратимы доверяют нам, присылают своих деток. Мы с удовольствием их встречаем, формируем для них и комфортные условия для проживания, как и для наших, так и для гостей. И формируем культурную программу с выездом в памятные места Московской области. Мы все предусмотрели в плане пребывания здесь у нас в детском оздоровительном лагере. Я думаю, что они много увидят. Приятно, что разных детей присылают каждый год для того, чтобы, наверное, расширить кругозор как можно большей части подрастающего поколения. Для нас очень приятно. Что такое полезное времяпрепровождение летом для школьника? Юно-армейцы точно знают ответ на этот вопрос. Здесь каждый может найти себе занятие по душе. Отдыхая в этом лагере, ребята имеют возможность открыть в себе новые способности к различным видам творчества. Но вот чего точно нет в юно-армейце, так это место для скуки. Культурные мероприятия и спортивные праздники здесь проходят ежедневно. Здесь весело, здесь много друзей появилось. Здесь в футбол играем, весело, в пионер-бол, на лажертак ходим, прокат берем. А еще мы постоянно играем в пионер-бол, футбол, шахматы, шашки. Я была осенью еще в прошлом году. Тут было все так же, но есть много изменений в виде. Как отмечают сами ребята, которые приезжают в юно-армеец далеко не в первый раз, и с года в год он только преображается. Так, прекрасным подарком от губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра столицы Сергея Собянина для активного отдыха школьников стала воркаутная площадка. Соответствующие всем современным стандартам спортивные конструкции, специальное резиновое покрытие. Здесь учтены все нормы для безопасного времяпрепровождения ребят на открытом воздухе. Уже в ближайшее время отдыхающие здесь школьники смогут оценить спортивную площадку. Я очень жду открытия воркаутной площадки. Юно-армеец – лагерь, сочетающий в себе современную базу для отдыха и природные красоты. Именно поэтому многие возвращаются в этот лагерь снова и снова. Я в этом лагере уже пятый раз, и с каждым годом здесь становится все интереснее и круче. И, конечно, всегда что-то новое меняется. Конечно, встречаются разные новые лица, появляются новые кружки. И, в общем, в жизни становится все интереснее и увлекательнее. В этом лагере мне очень нравится. Я приезжаю сюда уже четвертый раз. Я езжу сюда с 2015 года. В 2015 году я была здесь два раза – на первой и на третьей смене. И с каждым годом этот лагерь все лучше и лучше. Меня удивляет вся эта красота, весь простор. Здесь очень многое изменилось, и все просто очень прекрасно. И вот уже становится традицией проводить одну из смен юно-армейцев в международном формате. Перед настоящей дружбой нет границ. Общаясь со сверстниками из других стран, ребята узнают многое о их культуре и особенностях, находя отличия и, наоборот, что-то общее, что еще больше объединяет. Вот так юно-армеец открыл свою международную смену. А тем временем и в лагере «Лесная сказка» полным ходом идет летняя оздоровительная кампания. Давайте узнаем, как же здесь отдыхают школьники. Лесная сказка. Живописный уголок Щелковского района. Загородный лагерь, который вот уже более 70-летий, с гостеприимством каждое лето встречает своих мальчишек и девчонок. «Лесная сказка» – один из старейших подмосковных лагерей. В прошлом году он отметил свой 75-летний юбилей. С момента основания «Лесная сказка» не раз меняла свой облик. В начале палаточный лагерь сменили деревянные корпуса. В 70-х же годах началась реконструкция, и на их месте появились кирпичные строения. Но важно то, что за все эти годы не было ни одного лета, чтобы лагерь не открыл свою смену. Даже в сложное для страны время – 90-е годы прошлого столетия. Здесь отдыхали целые поколения юных щелковцев. И сегодня «Лесная сказка» продолжает хранить свои традиции. Нашему лагерю в этом году 76 лет. Дата его основания – 42-й год. Изначально лагерь планировался как палаточный для детей, сотрудников витаминного завода, родители которых ушли на фронт. С каждым годом лагерь наш обновляется, становится все краше и краше. Сотни мальчишек и девчонок каждое лето спешат в полюбившийся лагерь. В этом году он встретил ребят обновленным, был проведен капитальный ремонт пищеблока и душевых, заметно преобразился и актовый зал, появился новый занавес. Здесь учтено все для комфортного, интересного, а главное – безопасного времяпрепровождения. За время летней оздоровительной кампании в лагере ежегодно проходят три смены. Каждая отдыхает более 150 ребят. Смены носят определенную направленность – гражданско-патриотическую, познавательную, творческую. Открытия каждой из них ребята ждут с нетерпением. Многие отдыхают в лесной сказке ежегодно, спешат провести несколько недель летних каникул в любимом лагере. И таких здесь более 70%. Так что же заставляет возвращаться сюда снова и снова? Мы друг за друга, и это очень сплачивает. Это дружба, она потом идет у детей, она годами идет. Вот уже мы в составе муниципалитета 11 туалета проводим, и уже одна мама, бывшая наша воспитанница, привезла сюда семилетнего ребенка к нам. Это место прям тянет. Каждое лето нереально прожить хоть одно лето без лагеря. Здесь очень интересно, здесь хорошие вожатые, здесь хорошие дети в отряде, и все время летом интересно здесь. Вот так в торжественной атмосфере лесная сказка открывает свою творческую смену. Уже придуманы названия отрядов и девизы, а впереди столько нового и познавательного. Очень долго думали открывать, не открывать на площадке уличной. В итоге решили на линейке делать открытие, потому что дети готовили всеми отрядами общий лагерный танец, веселый, заводной, оригинальный. Все получилось прекрасно, у всех настроение чудесное. Программа же смены обещает быть насыщенной на различные мероприятия, где ребята смогут продемонстрировать свои умения и открыть новые таланты. Большинство праздников лесной сказки уже ставшие традиции и мероприятия. При этом каждая смена обязательно несет в себе что-то новое. Людмила Пономарева помнит лесную сказку с самого детства. И вот уже более 40 лет Людмила Кирилловна работает здесь за хозом. На глазах этого человека год за годом лагерь менялся и преображался. Неизменной же оставалась его атмосфера. То, что делает лесную сказку особенным местом. Это второй дом. Много лет возвращается не только я одна, еще многие возвращаются. Надо любить детей в первую очередь. Места наши родные, поэтому мне кажется, здесь остались места такие, вот какие они и были. Даже вот деревья вот эти вот все, вот изолятор был раньше. Вот это все осталось, все родное наше. Это эмоции, которые мы испытываем каждый раз новые. Это какие-то свои ассоциации. Потому что у меня в этом лагере вырос сын, у меня в этом лагере вырос брат. Брат работал два года даже вожатым. Я шесть лет работала здесь вожатым. Потом был небольшой перерыв. И в 2014 году я вернулась сначала в качестве вожатой, потом стала старшим вожатым. И вот второй год приняла этот лагерь и являюсь начальником лагеря «Лесная сказка». Преемственность поколений как образ жизни лагеря. Особенностью кадрового коллектива является то, что 80% его сотрудников и сами когда-то отдыхали в «Лесной сказке». Так ребята в возрасте от 14 до 18 лет проходят курсы по дополнительной программе «Школа помощника вожатого». По достижении совершеннолетия становятся вожатыми. Стоит отметить, лагерь многим помог определиться с выбором будущей профессии. Большинство помощников поступают в педагогические вузы Москвы и Подмосковья. В следующей рубрике мы расскажем сразу о двух героях, вожатых лагеря «Лесная сказка» и молодых талантливых педагогах. Каким должен быть настоящий вожатый? Мария и Александр знают об этом не понаслышке. В любимый лагерь приезжают с самого детства. Вот уже несколько лет подряд работают здесь вожатыми. Так и в этом году вместе, в первом отряде. Александр впервые попал в «Лесную сказку», когда ему было два года. Его бабушка Людмила Пономарева за вход с лагеря работает здесь вот уже более 40 лет. Теперь и внук Людмилы Кирилловны с ней в одном коллективе. Сначала просто приезжал в лагерь в летнюю смену, позже стал помощником вожатого, а затем и самим вожатым. Этот лагерь сыграл большую роль для Александра в выборе дела жизни. Сегодня он педагог дополнительного образования Центра «Лесная сказка». Обучает молодое поколение искусству видеосъемки и видеомонтажа. В летнее время в лагере Александр также продолжает занятия с отдыхающими здесь ребятами. А между тем, изначально наш герой окончил строительный колледж, но все же что-то подтолкнуло стать педагогом. Сегодня получает профильное образование. Возникла такая идея открыть студию, куда бесплатно могли прийти ребята и, собственно, используя профессиональную аппаратуру, свет, пробовать себя в роли ведущих, в роли операторов. Мы все учимся, мы учимся целую жизнь. Я как бы и их учу, то есть передаю свой опыт, то, чему я учился. И как бы сам стараюсь развиваться в этом направлении. Планирую собрать съемочную группу и снять какометражный фильм для начала. А история Марии – пример того, когда сама профессия находит человека. Также окончив строительный колледж, девушка все же решила двигаться в другом направлении. Движение жизни – это про нашу героиню. Сегодня она преподает танец в центре «Романтик». Параллельно заканчивает обучение в университете физической культуры, а также учится на режиссера спортивно-массовых мероприятий, что очень помогает в работе. Начала преподавать танцы уже в городе, не в лагере. Сначала дети были все из лагеря, невероятное количество, по 40-50 человек. Мы устраивали флешмобы в городе, все лагерные дети приходили, да и мальчики, девочки. А затем уже как-то более узко, уже другие дети стали узнавать, не из лагеря. И, соответственно, получается, что дети из лагеря сначала приходили в танцы, а теперь наоборот, дети, которые приходят танцевать, услышат про лагерь и хотят поехать сюда. Вот, то есть я всех своих детей-танцоров активно сюда заманиваю, чтобы с ними здесь что-нибудь ставить, показывать. В студии молодого педагога занимается более ста ребят. Некоторые из них продолжают занятия и летом в лагере. Будучи школьницей, юная Маша и сама отдыхала здесь, а дальше все просто. Видимо и правда, есть что-то в этом лагере особенное, что притягивает. Не могу уйти из этого места, не отпускаю. Сначала была в отряде, затем начала работать педагогом-организатором. Все мероприятия организовывала, помогала в клубе диджею. А затем получилось так, что встала случайно на отряд, первым отрядом был третий, и потом пошло-поехало. Что нам нравится в этом лагере, он очень уютный. Здесь как-то территория такая, ты, допустим, ты знаешь, вот у тебя вот здесь, вот здесь, то есть рукой подай, ты знаешь, где у тебя вообще дети находятся. Это очень хорошо, что у нас все свои. То есть у нас нет людей со стороны, они, если уж сюда приехал, то ты, ну, нет, не отпускай тебя это место, потому что традиции, свои законы, свои мероприятия, свои, пускай они каждый раз одни и те же, но в этом и прелесть, наверное, есть. Одинаковые мероприятия, но таких мероприятий больше нигде нет. Быть педагогом непросто, ведь важно не только обучать ребенка тому или иному мастерству, но и быть его наставником, помогая развиваться и личностным качеством. Не просто совмещайте несколько видов деятельности, но наши герои с этим справляются. Мне очень нравится вот это поколение, которое сейчас идет, ребят, то есть они очень заинтересованы вообще в принципе в развитии. Особенно мне нравится, когда люди приходят и они знают, зачем они приходят. То есть ко мне приходит человек и говорит, мне нравится очень съемочный процесс, я хочу дальше двигаться. И это мотивирует. Вот так один лагерь помогает многим ребятам выбрать, в каком направлении двигаться, какую получить профессию, которая в дальнейшем и становится делом жизни. И как всегда о творчестве в рубрике «Своими руками». На этот раз за идеями и задумками отправляемся в Щелковский лицей номер 14 имени Гагарина. Я подсказка и шпаргалка, но учитель только рад, если в книжке для порядка поселилась я... Закладка! Отлично! Итак, мы сегодня делаем закладки. Итак, давайте начнем с серьезной закладки. Чтобы сделать такую умную закладку, нам понадобится прямоугольник из цветной бумаги 7 на 20 сантиметров. Лист вдоль, то есть по самой длинной стороне. Аккуратно согнули. Пальчиками провели, чтобы у нас сгиб был остренький, ровненький. Выровняли с вами. Свет где должен будет находиться? Внутри. Внутри. Отлично! Если ошибся, что сделать, Лера? Перевернуть. Согнули с вами приблизительно 1 сантиметр по короткой стороне. Повернули к себе лицо. Один уголок к этому сгибу ровненько. Выровняли. И второй уголок еще разочек. Еще вот тоже уголочек и тоже к сгибу выравниваем. Поднимаем так, чтобы на вас посмотрел цвет. Уже на что становится потихонечку похоже? На карандаш выравниваем, да, выравниваем низ. Обязательно выравниваем, чтобы все было остренькое, тонкое. Что осталось, Валюш? Что мы должны сделать? Да, стороны загнуть. Совершенно верно выровнять. Итак, загнули. Умница, Алина, можешь поднять пока. Отлично, Соня. Смотрите, желтые самые первые карандаши появились. Как светятся карандашики, солнышки. Зеленые, синие. Умница, травка, да. Так и хочется ими порисовать, да? Итак, приступаем к созданию второй закладки. Для этого нам понадобится квадрат из цветной бумаги 8 на 8 сантиметров. Для начала сформируем треугольник. Складываем, отлично. И опять приглаживаем очень пальчиками, прям вот пальчиками остренькое все делаем. Хорошо. Сейчас еще один треугольничек должен появиться. Опускается вниз, к центру, вот этот треугольничек. Опустили вот этот язычок. Вот такой. Все опустили? Да, да. Уголочек вот так вот. Только один. Вот этот уголок. Поднимаем, наверх вот так согнули. Второй точно так же подняли уголок. И наш волшебный треугольник превратился в ромбик, да. Ну что ж, в общем-то закладка готова. И пожалуйста, украсьте свою закладку так, как хотите вы. И вот наши закладки готовы. В использовании они очень удобны. И главное, сделано своими руками. Ребят, какую вы книгу прочитали за это лето? Моя любимая книжка – это «Драгунские Денискины рассказы», которые нам задавали в прошлом году, потому что там интересные рассказы и очень весело ее читать. Я прочитала «Мило мой, мило», но особенно мне понравилось «Чудесное путешествие. Вернились с дикими гусями». Я сейчас читаю «Остров сокровищ». Мне эта книга нравится, потому что там пираты, там бойни есть. Мне это очень нравится. «Карлусное остров сокровищ». Там много разных рассказов, там про разных пиратов. Ребята, что это такое дружба без границ? Считаю, что дружить могут люди разных возрастов, национальностей, имея разные интересы. Можно встретить очень много разных людей, дружиться с ними и набраться от них опыта, каких-то новых знаний, которые, возможно, я не могу узнать в России. То есть они могут рассказать про свою страну, а я могу рассказать им про свою. Дружба, не зависящая от гендерных признаков, от расы, от цвета кожи, национальности. Способность людей объединяться в что-то такое большое, целое, что-то такое общее для каждого. Когда люди не видят никаких барьеров между собой, языковых, гендерных или еще каких-нибудь. Для меня дружба без границ – это стирание, уничтожение границ между людьми. Границы, которые могут появиться из-за разной страны проживания, разного языка или расстания между людьми. А стирание от границ – это хорошо, поскольку это дает возможность людям общаться между собой, обмениться информацией, в принципе, дружить. Если человек хороший, то с ним получится дружиться. Если человек плохой, то он останется плохим. А то, что у него не такой цвет кожи, не такой цвет глаз и не такая гендерная раса – это все не значит в дружбе ничего. Сегодня мы говорили о том, как проходит летний отдых в оздоровительных лагерях Щелковского района, интересных людях, а также поделились творческими идеями. И на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Анна Балиет, программа «Открытый урок». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова